Я вам вчера 3 часа сидел. Смотри, надо понимать, вообще изначально, когда мы что-то строим, всегда надо понимать, что мы не будем смотреть ситуацию, то, что произойдет через час, через два. Мы хотим посмотреть ситуацию, которая может случиться через 2, 3 или месяц. И если мы будем думать, что мы хотим сейчас все быстро получить, это самая огромная ошибка. Почему люди, которые умеют откладывать деньги и разбивать на 4 копилки, они станут богатым, а ты все потратишь и будешь бедным. Вот именно по этой самой причине и люди не преуспевают в данном маркетинге, потому что они говорят, вот сейчас я быстренько все сделаю, но они не думают, что есть эффект накопления. И вот этим эффектом накопления, процессом люди пренебрегают. Они говорят, лучше вот сегодня, завтра я вот сейчас ложу деньги, подвигаю, а завтра же она остановится, ну хоть я что-то срублю. А я играю в долгу, я говорю, да, может быть, что-то я сейчас себе возьму, какую-то десятую часть, но 90 или 80 процентов я оставлю на следующий месяц. Да, я буду развивать следующий месяц. И вот этот эффект накопления происходит, и тогда ты через месяц на коне, а не так, что у тебя силы иссякли, и ты в процессе всегда, как в крысиных бегах, бегаешь в этих матрицах маленьких. Окей, что я делаю? Я в первую очередь анализирую, есть граф с первой по шестого стола. Окей, и есть граф с седьмого по двенадцатую матрицу. Я изучаю очень хорошо маркетинг, очень хорошо маркетинг, и понимаю свои силы финансовые. Не то, что у меня в руках силы есть, а именно финансовые силы. На что я могу потянуть, и как я могу потянуть, и как мне это через месяц, два, три будет выгодно. Потому что я пришел делать сюда бизнес не на пять минут, а как минимум год, два, три, и дай бог, чтобы компания только развивалась. Соответственно, что я делаю? Я понимаю маркетинг. Здесь у нас конец данного графа, а здесь у нас начало следующего пути. И то, что я понимаю, что все денюжки хорошие начинаются вот именно на этом отрезке с седьмой до двенадцатой. Все вот эти матрицы, я напишу, это мыши, это мышиная, да, возня, да, вот это, мыши, с первой по шестой. Да, здесь надо закрываться, потому что такое количество клонов, которые идут в первую, вторую, третью, даже в четвертую, и где-то уже в пятую, оно дается вот с этих столов, вот с седьмого по двенадцатый. Она дается, так нафиг мне здесь развивать, я должен, да, по чуть-чуть развивать. Она, хочешь ты или не хочешь, хочешь ты или не хочешь, она будет вот в этом отрезке с первого по шестого развиваться. Даже если ты не хочешь, да, если ты немножко активный человек, да, я не говорю за пассивного, если ты активный человек, она в этом столе всегда будет у тебя развиваться. Но вопрос следующий. У нас мало денег, у нас мало денег, и нам надо это реализовывать быстро. Да, как мы будем это реализовывать быстро, чтобы выходить на стол? Мы знаем, что здесь есть дальше восьмая, да, девятая, десятая, одиннадцатая. Они очень дорогие, но вот эти два стола, седьмой и шестой, но на самом деле для любого израильского человека, который получает пособие, он всегда может, если у него есть, конечно, мозги, он всегда может там раз в месяц как-то подвигать и проинвестировать сюда. Это неплохая инвестиция, потому что ты знаешь, команда, да, присутствует. Сколько человек в команде, скажем, больше ста человек. Больше ста человек у нас зарегистрированы, на которых у нас есть, в принципе, рычаг. Рычаг, да, что мы можем договориться, мы можем поставить, мы смотрим, что куда они идут. Поэтому это не то, что ты один пришел, встал сюда, и тебя никогда не закроют. Нет такого. Вот именно, что все сейчас идут и возятся вот здесь. Когда мы начинаем возиться вот здесь, я анализирую с первой по четвертой. Здесь две ячейки надо закрыть, чтобы перейти во вторую. И здесь в четвертой надо тоже самое закрыть две ячейки, чтобы перейти в пятую. Окей, я на этом отрезке еще сделал две стратегии. Соответственно, я понимаю, что данные столы, сейчас я их отмечу, они зацикливаются. Вот эти столы с первого по третий. Они цикличные. И если мы не будем пытаться отсюда уходить сюда, мы просто будем возвращаться в первый стол. Это то, что у меня и получилось. Просто будем возвращаться в первый стол, идти во второй, идти немножечко в третий и опять в первый. Вот все наши проблемы. Вот все наши проблемы. Нам надо вручную, вручную не обходить это. Как обходить? Это не закрывать здесь одну-две ячейки или закрывать эту ячейку, чтобы получить клонов, которые опять ведет в первую немножечко зарплаты. Да, ведь я прокупил, и мне четыре тона прилетело со второй матрицы, да, и клон один ушел в первую. Ой, и мы такие радостные. Но мы опять здесь кружимся. Эти четыре тона куда мы потратим? Четыре тона ты переведешь какому-нибудь своему аккаунту и опять крутишься вот в этих матрицах. И если ты барьер четвертый никак не переступил, вот барьер четвертый никак не переступил, все, ты будешь крутиться в первое-третье, первое-третье. А барьер четвертый нам не очень по кайфу переступать. Почему? Потому что здесь надо поставить раз и поставить два, а прибыли-то у нас нету. А мы же такие люди, мы думаем сейчас, мы хотим сейчас прибыль, мы хотим сейчас клонов. А я говорю, нет, я буду ввести аккаунт вот сюда, на четвертую, закрывать им, выводить. Даже если мне сейчас не будет прибыли, но может быть через час у меня еще появится. И другой аккаунт я введу, вывожу на четвертую. И вот, знаешь, глаза боятся, руки делают. И ты смотришь за пару дней, у тебя два аккаунта стоят в пятую. Два аккаунта стоят в пятую. А в пятую у тебя где-то уже осталось или два закрыть, и ты уже в шестом. А в шестом у тебя опять идут сюда клоны. Так, значит, я для себя отметил следующий отрезок. Первый. Первый. Мне надо, первая стратегия. Мне надо выводить обязательно все аккаунты в четвертую. Обязательно. Это вот, вот эта графа. Мне надо ввести их в четвертую. Обязательно. Все усилия делать в четвертую. Только в четвертую. Только в четвертую. Окей? Не крутиться в первая, вторая, третья. Выводить оттуда. Не пытаться заработать эти две копейки. А именно закрывать свои столы. Дальше. Когда у меня есть деньги, когда у меня есть деньги, прокупать, закрывать в четвертой. Как минимум, чтобы выходить и закрывать, чтобы у тебя постоянно пятая, шестая наполнялась. Потому что из шестой мы идем в седьмую. Далее. Если у нас есть деньги, мы давим только на шестую. Вкладываем. Если у нас есть деньги, заработанные, инвестиции, мы бомбим только шестую. Мы бомбим шестую, так же, как и я тебе сказал, с третьей в четвертую. Мы закрываем ячеечку выплаты. Если вот так шестую сейчас нарисую. Скажем, сейчас более. И еще вот такой. Итак, первым мы закрываем своим человеком. Своим человеком. Если у тебя есть деньги, технический аккаунт. Ты на его аккаунт ставишь деньги 128. Это ты. Это ты. Ты ставишь, находишь своего человека. Если это твой человек или твой технический аккаунт, ты на тот технический аккаунт, я напишу тех. Ставишь 128. Когда ты поставил 128 на свой технический аккаунт и прокупил им под собой шестое место, ты ставишь его вот сюда. Вот сюда, на эту позицию. Свой технический аккаунт. Что это тебе дает по маркетингу? По маркетингу тебе дает получить прибыль 88. И так как это твой человек, рефералку. Там рефералка 40, но ты получаешь 20%. И 20 получаешь рефералку. В сумме это дает 108. 108. В принципе, ты много не потерял. Еще 20 у тебя по-любому где-то набирается. У тебя есть еще 20. И ты берешь следующим аккаунтом. Ты можешь другим аккаунтом своим техническим поставить вот сюда. И тогда, что отсюда происходит? Ты получаешь клонов в эти столы. Опять в первый, во второй, третий. Что нафиг их раскручивать не надо. И ты получаешь еще немножечко денег назад. Да, здесь еще есть заработок. Да, соответственно, тебе еще возвращаются деньги. И у тебя остается здесь два. А вот эти два, ты будешь заполнять стратегии. То, что я тебе говорю, выбивать четвертую и в пятую. Вот отсюда. И эти два заполнятся по той стратегии, которую я тебе говорил в начале. Окей? Которая, они закроются. И ты вылетаешь в седьмой стол. И когда ты вылетаешь в седьмой стол, ты потом раскручиваешь по такой же стратегии. Вот то же самое. Вот эти аккаунты раскручиваешь. И когда ты пойдешь в седьмой стол, то же самое. Они под тебя встанут. Посмотри, сколько ты денег получишь. И вот по такой же стратегии то же самое происходит. И клоны, и деньги. И вот так вот, в принципе, за небольшое вложение по деньгам. Можешь сам рассчитать, сколько надо. Но вот ты видишь, что, в принципе, больших затрат не надо. Она все там 30, 40 и 50 процентов тебе возвращается. Она, в принципе, продвигает тебя на седьмую и восьмой стол. И, соответственно, здесь у тебя и так дофига будет клонов. Тем более еще, если у тебя и свой, и два технических твоих аккаунта. Все, я останавливаю запись, чтобы это было для всех, может быть, тоже коротко. И потом посмотришь. Субтитры создавал DimaTorzok